МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомель наведала делегация с Кубы. Продухелить эпидемию. У Беларуси почнется кампания по вакцинации супрать гриппу. Классик на все часы. У Гомельской областной библиотеки пройшла сустреча, присвеченная знакомитому беларускому драматургу Андрею Макайонку. А зараз об этом иншим больше подробязна. У Гомеля в четвертый раз пройшла контактная кооперационная биржа. Для укоронения у вытворчасть представлены больше 20 инновационных распроцовок. Олег Сенсеров ознайомился с некоторыми проектами. Это, саправды, инновационные распроцовки практичной накированности, 3D-технологии для промысловости, беспилотные летальные аппараты для различных объемов зобычных корыстных выкопнев, технологии по нанесению шмат функционального покрытия, новые ращения по выкористанию природного газа для сельско-господаршей техники. Сирот-распроцовщиков, супрацовники Академии наук, установ высшейся адвокации и науково-технологичных парков, плюс индивидуальные предпринимальники Александр Сянько пропонуя инновационный способ очистки от коррозии и минеральных откладаний у отепляльных систем, выкористание микроорганизмов, дозволяя выражать эту задачу эффективно, причем все затраты окупаются у всего просто по годам. Применение на практике более чем на 30 предприятиях Республики Беларусь и около 200-300 частных домовладений показало то, что постоянно действующий эффект с экономией энергоресурсов на выработку тепла от 10% и более. На многих предприятиях количество ремонтов, которые озвучивал заказчик до и после, снижается в десятки раз. Не глядите на то, что контактно-кооперационная биржа проводится у Гомеля, да у делу у ее запрашаются все ожидающие. Обысковых умов по судности не шмат, а ли очень достаточно серьезные. Самые головные проставленные распроцовки повинны быть, как минимум, не гожь за лепшие замежные аналоги, а прочатах у перспективы укоронения. Новые технологии заявляются так и худко, что просто три года, но вот самая сучастная распроцовка будет уже никому не потребна. Экономика нашей страны ориентирована на внешний рынок. Мы открытая экономика, мы конкурируем со всем миром. И, в принципе, для того, чтобы устойчиво быть на этом рынке, надо что-то новое постоянно. Даже если что-то вы сегодня новое внедрили, применили и поставили на рынок, и оно востребовано, это не значит, что не надо работать. Надо новые потребительские свойства продукции, надо бороться за новое соотношение цены и качества, надо диверсифицировать свое производство, не только на какой-то одной продукции. Только при таком подходе можно удержаться на рынке. А для этого надо дружить с наукой. Об узровне Гомельской контактно-кооперационной биржи можно мерковать по списке ее организаторов, Держкомитет по навызу и технологиях, Республиканский центр науково-технической и деловой информации и Гомельский Абро-Уконкам. Теорица биржа проводится у четвертый раз, а тому уличили увесь попередний опыт от створения умов для проведения деловых перемов до максимума неэффициентного обмеркования перспектив супросовництва. За три попередние годы целых широк распроцовок, которые были представлены на Гомельской контактно-кооперационной бирже, начали выкористовываться в творчестве, причем не только на белорусских предприятиях. Продаж сучастных технологий «Замяжу» приносит в краине реальные валютные доходы. Что-то из попередних выникнов в этой бирже 10 протоколов о пномерах о выкористании 21 распроцовки. Олег Синчеров, Андрей Иванов, телерадио «Компания Гомель». По деловому и конкретно. У Беларуси находилась с визитом делегация из Республики Куба. Латиноамериканская краина затекавлена в поставках белорусской промысловой продукции. С этой метой гости и знакомятся с предприемствами. У первую чергу их текавит сельско-господарчая сфера. У Гомеля делегация наведала Гомсельмаш и Гомель Агрокомплект. С продукцией машинобудовничьего гиганта гостей текавит косилки, а так само комбайны для уборки рысу. До речи потреба сельской господарки Кубы у таких машинах – 501 кгод. У планах керавництва Кубы – модернизация сферы вытворчасти молока. И тут до места придется продукция Гомель Агрокомплекта. Гости из видовошной затекавленности узнаемятся с доильными комплексами белорусского вытворца и готовы до супрационництва. Головная каптехника смогла працавать во умовах кубинского климата. Белорусская продукция вельми якосная. Мы выпробуем ваше обсталявание на Кубе, после чего будем вести размову об закупках. Мы лечим, что будучи кубинской сельской господарки, у белорусским обсталяванне. У Гомеля открыли новое подразделение Белинвестбанка. Оно специализуется на кредитовании нерухомостей и работе с вип-клиентами. Для наших регионах это уникальная кропка по оказанию банковских послуг, связанных с финансованием будовництва цена бытя уластного жилья. До того же селета Белинвестбанк долучился до программы адресного субсидирования нерухомостей в рамках указа номер 240. За 8 месяцев 2018 года выдача кредита по этой линии перевысила 4 миллионы рублев. Личбу в ближайший час планують повеличить у троя. Тему протягне Евгения Кухаронак. Урочистая верта – неуродные стены. Отделение Белинвестбанка по адресе Советская, 48, зновку отчинило свои дверы для Жахаров Гомельской области. Новоселье стало знаковой падеей для супрацовников и краудовства банка. 65 год тому, в Снежне 1953-го, в этом будинке было открыто Центральное отделение Держбанка СССР. Наступным господаром тут стал как раз Белинвестбанк. Мы приняли решение возобновить работу офиса именно здесь, потому что с этим зданием связана история банковского дела в Гомеле. Безусловно, сегодня очень много сервисов банковских уходит в онлайн. Мобильное предложение в интернет-банковые. Но есть услуги, которые требуют хорошей, качественной, детальной консультации со специалистом банка. Это ипотека, это сложные банковские продукты, которые комфортно обсудить в условиях нового офиса. И вот именно для таких сервисов мы это подразделение и открыли. Отделение специализуется на оказании комплексных послуг у сферы нерухомости. Тут працуют персональные менеджеры, которые с индивидуальным подыходом подбирают варианты финансования будовництва альбо набыття уластного жилья. А сразу же на место клиентам предоставляется спис пропанов нерухомости от партнеров банка, Гомельского дома будовничного комбината, управления капитального будовництва, а так само приватных забудовщиков. У нас подписаны соглашения, и мы будем расширять дальше сотрудничество с основными застройщиками, в части предоставления льготных процентных ставок, льготных кредитов по отдельным объектам. В части 240-го указа, та динамика, которую мы показываем, начиная с апреля, с мая месяца, она уверенно позволяет мне сказать, что вот этот инструмент, эту господдержку мы будем активно предлагать гражданам, и это то, что надо сейчас жителям, особенно нуждающимся, особенно отдельным категориям, которые предусмотрены вот этим указом. У банка добрый наладжена система документа-звороту с местовыми органами ОЛАДы, тому кредит оформляется оперативно. Комфортные умовы, у яких оказывается весь спектр послуг, связанных с нерухомостью, призваны притягнуть клиентов. Звычайно, человек один раз у життя набываю ласное жилье и подыходить до этого грунтовна. И, как бы отказный крок был сделан докладно, Белинвестбанк запрашивает свое новое отделение у Гомели. А кроме этих отметных функций, офис оказывает все обычные банковские послухи для физичных особ. Им же доступны и вип-сервис. Так само тут ожитивляются операции по приеме выручки от субъекта у господарения. Евгений Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Главное управление юстиции Гомельского облывы канка Камма отримала уласный будинок. Ранее его подразделения находились одразу по шести адресах. На новоселье побывали наши корреспонденты. Город Гомель, в улице Фрунзе, 6. Теперь это новый официальный адрес Главного управления юстиции Гомельского облывы кан Кама. На трех поверхах будинка, який ранее належал одному з банков, каля 50 супрасовников. Починаючи от канцелярии, минавито тут будуть сустракать наведвальников. В уголе Главное управление юстиции достатково великая структура. У зоні его отказности ЗАГСи архіви юридичной экспертизы правових актов. Мы занимаемся проведением обязательной юридической экспертизы принятих нормативных правовых актов райисполкомами, область полкомов. Мы контролируем деятельность нотариата. Мы ведем большую работу по организации работы органов ЗАГСа. Вот те основные вопросы, которые мы решаем. Ну и, безусловно, очень много вопросов касательно регистрации политических партий, регистрации общественных объединений. У одним будинку Центрального аппарата Головного управления юстиции его структурное подразделение Управление промислового выконания. Пять годов тому президент Беларуси принял решение об створении одинной системы органов, які будуть займаться выконанием решения судовых и администрационных органов, той же податковой службы и дяжа автоинспекции. Все не на одного супрацовника управления, что месячна приходится больше, чем 250 документов. Работы шмат, а тому створение належных умов працы – життёвая необходность. Здесь решение вопроса может быть в первую очередь за счёт развития информационных технологий. За последние несколько лет судебные исполнители получили доступ ко всем основным базам данных различных государственных органов и организаций для того, чтобы сделать процесс исполнения максимально автоматизированным. Сегодня не надо уже судебному исполнителю как когда-то 5-10 лет назад направлять запросы в различные органы для того, чтобы проверить имущественное положение должника. Олег Синтеров, Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадоя компания «Гомель». Супрацовники подразделений у криминального вышуку отзначают профессийное свято. Выники их деяностей у «Гомеля» подвяли по часу рачистого сходу. Чим гонорация люди у милицейских погонах и какие задачи ставить перед собой. Потекавилися наши корреспонденты. Кажут, что их работа подобная на шахматную парту. От умения пролечить на первый день злочинцы и провести правильную комбинацию, шматшим залежит поспех оперативной деянности. У сферы отказности супрацовников криминального вышуку хулиганства, крадежи, забойствия. Ветераны кажут, что бадая самыми складанами для их были 90-е, коли тяжкие злочинства регистровались практически каждый день. Сегодня ситуация больше спокойна, але это не значит, что профессионалы могут супокоиться. С 2014 года у нас в области раскрыты все убийства. Раскрываемость тяжких, особо тяжких преступлений на уровне 95%. Но мы себя этими процентами не успокаиваем и хотим дойти до каждого преступления. Безопасность нашей страны это бренд нашей страны. И мы этим гордимся. Свою историю криминальный вышук в Одессе 5-го Кострюшника 1918 года. В этот день коллегия Народного комиссариата внутренних справ зацвердила положение об советским криминальным вышуку. Его органы створались в городах с населением не меньше 40 тысяч человек. Главная задача оховы революционного парадку и боротьба с бандитизмом. До профессийного свято в Гомеле створили свою особливую аллею героев криминального вышуку. У Севолод Ковальчук раскрыл 53 наумысные забойства, Яков Юдович свыше 100. У Владимир Ким примау делу раскрыти 300 забойствов. Боротьба со злочинностью заусюду была наиважнейшей функцией любой державы. Пускай не всегда это может быть заметно, но вместе с тем только оперативный работник знает, что такое раскрыть преступление. Поэтому успехов, оперской удачи, всего самого лучшего. Ну и действительно семейного благополучия их семьям, женам. Хотелось бы пожелать терпения, еще раз семейного благополучия и всего самого лучшего. Олег Синтюров, Максим Савин, Валерий Гопанько, Телерадо, компания Гомель. У понеделок первого костричника в Беларуси начнется кампания по вакцинации супрать гриппу. Она будет продолжиться два месяца. Зараз необходные препараты поступают в медустановы краины. У десятой поликлиницы Гомеля кажут, что уже некольких годов тут не было складанной ситуации по захворвоемости на грипп и иншей респираторной инфекции. Упэлнены, что усё, дякаучи масово зробленным прышчепкам. Статистика по гэта и медустанове такая же, як и у целым по в области. Иммунизации охоплено коля 40% у насельництва. Бесплатно прышчепки робят детям, дорослым с хроничными захворваннями, людям, яким больше, як 65 годов, тяжарным жанчинам, медицинскому персоналу, работникам дяжорганов, які займаются безпекой державы и життедейности насельництва. А так само некаторым іншим категориям. Остатні могут вакциноваться на платной основе. Прышчепку треба робить только при отсутности симптомов респираторных захворванів. Альбо просты день-два пасля выздоровлення. Человек может обратиться либо к своему участковому врачу-терапевту, чтобы его предварительно осмотрели, были, скажем так, отсутствовали противопоказания к вакцинации, потом данный человек будет направлен на вакцинацию. Уже это, еще раз повторяю, проводится не первый год и данное мероприятие доказало свою, скажем так, значимость и свой эффект. То есть, по опыту прошлых лет такой эпидемии гриппа, как было в 2013 году, уже на протяжении ряда лет у нас не фиксируется. Подробязный репортаж, подрыхтовцы до кампании по вакцинации глядите у программе «Новины тыдня». Я на видеоэфир у неделю на телеканале «Беларусь-4 Гомель». У Гомельской областной библиотецы пройшла сустреча с участником знакомитого беларускага драматурга Андрея Макайонка. Гоноровые гости завитали у мемориальную залу письменника, где для их ладилася импреза. Мероприемства прасвятили году малой родимы. Андрея Макайона курадженец везки Борха у Рогачевского района. У 70-е годы 20-го стагод дзе имя «Нашего земляка» было на пику популярности. Его пьесы ставили сотни театров Советского Союза и краин у Сходней Европы. До прикладу у московским театры сатыры спектакли по его пьесе «Затюканный апостол» ставился на протягу 15-ти годов. Драматургичная спадчина Андрея Макайонка стала золотым фондом белорусской литературы и театра. До его творчасти зверталися многие навыковцы. Сёння память об ним биражливо заховывается на малой родиме. У Гомельской областной библиотецы створена мемориальная зала Андрея Ягоровича. Большую участку экспонатов представила жонка-драматурга Любов Макайонок. Она завитала нас устречу разом с доследшиком творчасти белорусского классика профессором доктором филологичных навук Степаном Лаушуком. Однако, якую поставили гости экспозиции выдатна. Дальники залы могут прочитать сторонки з особистого дзенника-драматурга, убачить оригинальные афиши спектакля с постановками по его творах, познайомиться с приватной перепиской письменника с іншими знакомитыми творчими людьми. У Гомель отбылся открытый фестиваль декоративно-прикладного мастерства для молодых людей з особливостями развития про творчость доведал. И он собрал удельников с усей в области у сёмый раз. Селетний фестиваль примирковали до года малой родимы. Работы своих выхованцев на конкурс фотоколлажа присвешенных родному краю представили 11 центров социального обслугования насельництва. Перамога в конкурсе досталась господарам фестивалю, центру территориального обслугования насельництва Чигуночного района Гомеля. Обовязковая частка мероприемства майстер-классы. Мастаки научили молодых людей с обмежеванными макшимостями и работника УЦАНа упрацевать со скурой, а так само малевать футровой акварелью. Всегда мы берем за основу какие-то новые методы, новые подходы, новые техники. И в этом году мы представляем для ребят очень интересную и такую благодарную технику, где я уверена они смогут себя выразить живописшерстью, которая позволяет задействовать не только ребят с хорошими моторными навыками, но и тех ребят, которые только начинают осваивать ту или иную прикладную технику. У Гомеля завершились обменные гастроли городского молодежного театра с Могилевским областным драматичным. Наши артисты показали психологичный триллер «Метод», комедию «Перобор» и интерактивную каску для детей «Заховальники чаровной книги». Гомельской публице Могилевская труппа так само представила три спектакли «Сны про каханья браты и Лиза», ностальгичную комедию каски «Старога Арбата» и дитячую музычную постановку «Гадкая качанья». Для самых маленьких и одночасово потребовальных глядачов могилевские артисты обрали спектакли по мотивах каски Ганса Христиана Андерсена. На сцене Гомельского городского молодежного театра разгорнулась и интересная история про качанья, которое не было подобным на своих одногодках. Оно выглядало незвычайно, думало и чувствало иначе, чем ему пришлось оперодолеть немало пирожкот, как досягнуть заповедной Мары. У знакомитой касцы Ганса Христиана Андерсена закладена шмат мудрых думок. Саправдной прагожость тая, якую отшувая сердце, а не вока. Свет выдатный, калепобач есть сябры. А еще я навучить детей и дорослых верить в свою Мару и исти до я не глядя ни на что. У целым я сам из Гомельской области, Петриковский район, я оттуда, но в Гомеле я всегда с удовольствием приезжаю. Что касается публики, мне кажется, белорусы не вообще очень благодарная публика. Мягкие, в нем присутствует лирика, нет озлобленности у наших людей. Это наша публика. Гомельские веломаторы сегодня официально закрыли сезон. Зрабили я на традиционным велопробегам. Проехать по центральных улицах Гомеля собрались сотни человек. Велопробеги у Гомеля стали доброй традицией. Им можно надавать статус семейных и корпоративных мероприемствов. Проезжают великими компаниями, сябро, семьями, працонными коллективами. Так все лета у авангарде колонны супрацовники областного управления Следующего комитета. Сирот представников этой структуры немало маторов двухколового транспорта. Следователи Гомельщины занимают активную жизненную позицию, ведут активный образ жизни. В руководственном управлении в этом году в рамках поддержания инициативы по активному образу жизни принято решение награждения лучших сотрудников велосипедами, потому что это наиболее массовый вид спорта, доступный для простого гражданина, в том числе и сотрудника Следственного комитета. Все лета маршрут велопробегу пролегал по центральных улицах Гомеля. Местом старту и финиш у колонны был медуниверситет. До речи, для некоторых веломатров закрытие сезону подея умовная. Зараз велосипед всесезонный транспортный сродок. Зразумело, что после отповедной техничной подрыхтовки. Это и так само другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www. www. www.by. На этом выпуск до новых встреч у эфира.